Уважаемые президиумы, уважаемые коллеги, позвольте представить наш скромный опыт хирургического лечения забрешенных сарком с вовлечением крупных сосудов от группы авторов из Петербургского онкоцентра. Конфликты интересов у нас отсутствуют, конечно. Я не буду долго останавливаться и вообще не буду затрагивать вопрос актуальности этой проблемы. Этот вопрос многократно обсуждался и для всех присутствующих зален очевиден. Скажу только о том, что выполнение операций в пределах красной линии резекции является, конечно, ключевым фактором радикальности. Действительно, при опухолях, которые превышают 10 см в размере, R0 достигает 60-70%, и в 50% случаев, то есть практически у половины больных, требуется проведение травматичных мультивисцеральных резекций. Однако, фактически у каждого десятого больного выполняется чаще всего пробная лапротомия или подоптимальная операция. Одной из ведущих причин которой становится вовлечение в опухоль крупных магистральных сосудов забрешенного пространства. Очевидно, что при удалении опухолей больших размеров гистологическое исследование частоты края в ряде случаев оказывается чрезвычайно сложным, потому что выполнить его с учетом всех плоскостей резекции сложно или невозможно. Таким образом, это очевидно для нас всех, наиболее надежным способом достижения R0 резекции оказывается удаление N-блок при необходимости с вовлеченными в опухоль крупными сосудами на достаточном их протяжении. Оптимальным вариантом мобилизации большой опухоли, об этом свидетельствует опыт Института Густава Руси, является выход на питающие или вовлеченные в опухоль сосуды при новообразовании 10 см и менее, при условиях подвижности опухолевого образования и при наличии нашего четкого дооперационного представления по данным различных исследований о наличии такого питающего сосуда или о степени вовлечения в опухоль крупных магистральных сосудов. Однако мы с вами понимаем, что, к сожалению, в реальной жизни, в условиях реальной клинической ситуации не всегда встречаются оптимальные варианты, и в большом числе случаев мы сталкиваемся с вариантами отнюдь неоптимальными. И в этом случае мы оказываемся в сложной ситуации выполнения, скажем так, слепой операции, когда при неподвижности основного массива опухоли мы не можем подойти к питающим или приносящим сосудам, и в этом случае любое неосторожное движение хирурга, любая попытка выполнения доступа к этим сосудам может привести к плохо контролируемой кровопотере с соответствующими неблагоприятными, фатальными в ряде случаев результатами для нашего пациента. К сожалению, и это показывает опыт целого ряда авторов, в частности, здесь мы приводим опыт наших итальянских коллег, опубликованный в европейском журнале хирургической онкологии. Так вот, опыт показывает, что ни одно из инструментальных исследований в 100% случаев не может нам дооперационно гарантировать четкий ответ на вопрос, какие сосуды вовлечены и насколько они вовлечены. То есть ни один из инструментальных критериев диагностики под данным этих авторов не оказался достаточно информативным. В результате мы оказываемся в ситуации, когда во время операции мы вроде бы имеем исходную информацию, ориентируемся на нее, но интраоперационные данные могут не в полной мере соответствовать данным предоперационным, а в ряде случаев вплоть до того, что противоречат им. Мы проанализировали наш опыт, он небольшой, но тем не менее опыт лечения пациентов с забрешенными саркомами. Из достаточно большого числа пациентов без инвазии опухоли в крупные сосуды оказалось 86 пациентов, и они не включены в это наблюдение. Причем речь об отсутствии инвазии шла или на этапе до операции, или такой факт был выявлен во время операции. А вот 38 пациентов мы обнаружили вовлечение магистральных артерий или вен, распределение по типам вовлеченности артерии и вена, только артерия, только вена, представлено на данном слайде. Причем следует отметить, что преобладающая часть этих пациентов ранее или была консультирована, или была оперирована в других учреждениях, выполнялась пробная лапаротомия, выполнение радикального вмешательства было отказано в связи с вовлечением крупных сосудов. Представляю первое клиническое наблюдение. Процедив липосарком из обрешенного пространства с предположительной, по данным дооперационного обследования, инвазии в левые подвздошные сосуды. Интраоперационная инвазия подтверждается, но мы сталкиваемся с самым благоприятным, если возможно говорить о благоприятности в данном случае, ситуацией. Действительно, опухоль на небольшом протяжении подрастает к левым подвздошным сосудам, к вене и к артерии, но, тем не менее, в этой ситуации нам удается обойтись, что называется, малой кровью, выполнить резекцию левой подвздошной вены с прямым анастомозом и краевую резекцию левой подвздошной артерии, без выполнения какой-либо синтетической пластики. Мы опять возвращаемся к вопросу о предоперационном планировании. К сожалению, все методы диагностики не позволяют нам заранее ответить на вопрос, с чем мы сможем столкнуться интраоперационно. Тем не менее, мы пытаемся сами для себя выработать собственные критерии, ориентируемся на имеющиеся критерии, что же нам позволит говорить или предполагать наличие вовлеченности крупных сосудов в опухолевый узел. Критерии перечислены на данном слайде. Я хотел бы сказать, что наиболее частым методом, которым мы наибольше доверяем, конечно, является компьютерная томография с ангиографией. И ультразвуковое исследование. Причем в последнее время мы все чаще стали использовать ультразвуковое исследование с контрастированием, то есть контраст усиленное, которое в ряде случаев позволяет четко дифференцировать стенку от опухолевого конгломерата. Прочие методы исследования без сомнений важны, но они являются для нас в нашем представлении вторичными относительно перечисленных двух методик. Второе клиническое наблюдение представляет еще один случай рецидива, локального рецидива, точнее процедива фибросаркома левой подвздошной ямки и состояние после протезирования левой наружной подвздошной артерии, которая была выполнена за несколько месяцев до нашей операции. При дооперационном обследовании и во время операции мы выявили инвазию опухоли в стенку общей наружной подвздошной артерии на протяжении и вовлеченность протеза или наружной подвздошной вены, как это представлено на слайде, в опухолевый конгломерат. И здесь перед нами встает вопрос, что нужно протезировать у этих пациентов, насколько необходимо тотальное протезирование. Выйти интероперационную фотографию, вот протезированная подвздошная артерия от уровня общей подвздошной артерии, фактически добедренной артерии, протезированная синтетическим протезом, а вот протеза подвздошной вены вы здесь не видите. Мы действительно не выполняли эту операцию, так как всегда в этих ситуациях мы являемся приверженцами понятия о целесообразности. Если у пациентки уже был протез подвздошной вены, который уже был тромбирован, который уже не функционировал, имеет ли смысл расширять объем операции, имеет ли смысл выполнять еще одно протезирование, а любое протезирование – это увеличивающийся риск послеоперационных осложнений? В нашем представлении нет. На этом слайде мне хотелось бы обратить ваше внимание еще на одну деталь. Посмотрите, мы видим протез только на ограниченном участке. Действительно, учитывая высокий риск развития протезной инфекции, об этом мы скажем чуть позже, мы всегда стараемся изолировать искусственный сосудистый графт от зоны непосредственной операции, от места локализации основной опухоли, которая в ряде случаев сопровождается распадом. Здесь мы выходим на вопрос на проблему определения интраоперационной тактики, определения объема резекции сосудов. В нашем представлении принципиальным является вопрос о выделении сосуда на протяжении, а при необходимости выполнения и операции в виде экстраанатомической реконструкции, когда мы входим далеко за пределы реконструируемой сосудистой зоны. Вторым немаловажным вопросом является определение возможностей и, самое главное, целесообразности мобилизации опухоли от стенки сосуда. Чаще всего речь идет об артерии, особенно об аорте, стенка которой достаточно толстая. И действительно во время операции мы часто сталкиваемся с ситуацией, что технически отделить опухоль от стенки, войдя в толщу стенки аорты, можно. Нужно ли это делать? В нашем представлении не всегда. Здесь представлена схема, которой мы иллюстрируем наше представление о данном вопросе. Действительно, когда с опухолью взаимодействует адвентициальный слой сосуда, да, тогда действительно можно снять адвентицию и выполнить маневр отхода от сосуда. Другой вопрос, когда опухоль прорастает стенку глубже, в нашем представлении нецелесообразно внедряться в толщу медии, потому что с одной стороны это противоречит понятиям областики, с другой стороны мы заведомо ставим сосуд в невыгодное положение, мы фактически лишаем его большей части стенки, а значит заранее создаем условия для развития послеоперационных осложнений. Следующее клиническое наблюдение. Больших размеров забрюшинная липосаркома с плотным подрастанием к стенке аорты и с инвазией в левую подвздошную артерию. Вы видите опухоль, вы видите аорту, где опухоль к ней подрастает. Мы выполняем в этом случае следующую операцию. Мы мобилизуем аорту на протяжении. В этом случае действительно мы можем отойти от аорты, выполнить скелетирование по типу ручки чемодана и выполняем протезирование левой общей подвздошной артерии синтетическим протезом, потому что в данном случае опухоль прорастает в сосуд. То есть мы выполняем два вида сосудистой пластики. Здесь мы сталкиваемся еще с одним аспектом принципиальной необходимости планирования и организации непосредственно хирургического этапа вмешательства. Учитывая, что мы заранее не всегда можем предсказать факт степени вовлечения крупных сосудов в опухолевой процесс, мы должны быть готовы как к малому вмешательству, так и к экстремально большому вмешательству. А для этого необходима организационная готовность и бригады, и готовность расходных материалов, технического обеспечения, запаса крови. С другой стороны, мы всегда должны быть готовы предотвратить напрасное расширение объема вмешательства, только исходя из волонтаризма хирурга, желания выполнить большую операцию. Решением проблемы в нашей ситуации, в нашем представлении, является подготовка и выполнение операции в формате сформировавшейся, назовем ее так, саркома ТИМ. Входят и хирурги, и сосудистые хирурги, и опытный анестезиолог, имеющий опыт работы во время операции на крупных сосудах, диагностическая служба и, уж простите, операционная сестра. Такие операции зачастую сопровождаются использованием целого ряда нетрадиционных, нехарактерных для общей хирургии, для онкохирургии инструментов, расходных материалов. Наконец, еще одно клиническое наблюдение. Пациент с рецидивом фибросаркома из обрешенного пространства, с тотальным вовлечением инфаринальных сегментов аорты и нижней полой вены. Самая тяжелая, самая распространенная ситуация, требующая самого большого объема реконструкции. Опухоль, нижняя полая вена, аорты, ее бифуркация. В этой ситуации мы заведомо должны быть готовы к большой операции, к тотальной замене крупных сосудов. Действительно, в этом клиническом наблюдении мы выполняем тотальное протезирование и нижней полой вены, и аорты, потому что только такой подход позволяет нам выполнить радикальное удаление опухолевого узла. Выполняя такие большие операции, мы ставим перед собой целый ряд вопросов. Вопрос номер раз, выбор сосудистого графта. Я не буду останавливаться на этой табличке, табличке светофории. Красное – плохо, желтое – так себе, зеленое – хорошо. Мы определили сами для себя, для каких сосудов, какие типы протезов мы готовы использовать и можем использовать. Второй проблемой становится послеоперационное поведение этих пациентов, потому что эти пациенты из только онкологических превращаются в пациентов и сосудистых тоже. Мы вынуждены лечить пациента, оперированного на крупных сосудах. Большой проблемой для нас становится проблема инфекции зонососудистой реконструкции. Инфицирование синтетических сосудистых протезов – это огромная проблема в хирургии, часто сопровождающаяся, если не гибелью больного, то его инвалидизацией. Все наши пациенты – это заведомо пациенты крайне высокого риска развития инфекции сосудистого протеза. Как с этим бороться? Есть разные подходы. К сожалению, доказано, что применение антимикробной терапии как таковое принципиально не меняет ситуацию для сосудистых протезов. Мы нашли для себя выход, мы используем протезы с дополнительной микроборезистентностью, с пропиткой или покрытием серебром. По нашему опыту это позволяет существенно снизить количество инфекционных осложнений. Еще одной проблемой является, конечно, принцип поведения этих пациентов – подбор схем антитробоцитарной антикоагулянтной терапии, планирование дальнейшего лечения. К сожалению, мы пока не готовы говорить о каких-то сложившихся у нас схемах. Надеемся, что по мере накопления опыта мы сможем представить эти результаты. Здесь представлена раскладка по типам реконструкций, выполненных у пациентов, вошедших в исследование. Реконструкции одномоментные, раздельные реконструкции артериальные и венозные. И наши результаты. Медиана наблюдения за пациентами составила 23 месяца. Для нас обнадеживающим фактором является отсутствие местного рецидива у преобладающей части пациентов. Вместе с тем, осложнения, причем осложнения, характерные именно для сосудистого этапа операции, встречались, и на борьбу с ними направлена наша деятельность. Заключая все сказанное, по нашему глубокому убеждению, опухолевая инвазия в крупные сосуды в большинстве случаев не является противопоказанием для выполнения радикального вмешательства. Однако дальнейшее изучение данной проблемы представляется для нас актуальным вопросом, прежде всего в аспекте выработки алгоритмов диагностики после операционного ведения этой непростой группы пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо, Константин Анатольевич. Мне как соавтору некорректно задавать вопросы. Есть ли вопросы из зала? Да, Георгий Георгиевич? Спасибо за очень интересное сообщение. На один вопрос у меня уже ответили в отношении рецидива. Второй вопрос. Считаете ли Вы обязательно протезирование инфрагринального отдела нижней половины? Спрошу проще. Надо ли протезировать или не надо? Я отвечу так, Георгий Иванович. Если в нашем представлении, если дооперационная ситуация была такова, что нижняя полая вена была уже окклюзирована, или же степень ее сужения, степень нарушения кровотока приближалась к субокклюзии, то, конечно, идти на расширение объема операции и протезировать нижнюю полую вену не надо. Потому что к этому моменту обычно формируются значимые коллатерали через коллатеральные вены, и, конечно, это и напрасная операция. В том случае, если у нас имеется прорастание стенки и проходимость нижней пола и вены сохранена, мы стараемся всегда протезировать сосуд. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Скажите, пожалуйста, были ли у вас проблемы с лимфостазом или отеком нижней конечности и лимфореей выраженной, приводящей иногда к некрозам и расхождению раны? Спасибо за вопрос. При опухолях забрюшинного пространства нет. При опухолях, локализующихся на бедре, конечно, мы регулярно сталкиваемся с этим осложнением, оно универсально. При опухолях забрюшинного пространства нет. Спасибо большое, Константин Анатольевич.